Всем привет! Меня зовут Иван, массажист студии Михаил Лусь. Сегодня мы поговорим о роли массажа в предотвращении старения кожи. Я думаю, этот вопрос волнует многих жителей нашей планеты. Как продлить хороший тонус кожи? Есть несколько проблем быстрого старения кожи. Первое. Это недостаток активного действия. В теле человека. И я буду сразу же говорить проблему и говорить, какой вид массажа будет способствовать улучшению или избавлению от этой проблемки. Первое. Нехватка активного действия для тела человека. За счет малого мышечного сокращения до элитетической активности ухудшается ток лимфы, что дает застальное явление. Для этого случая нам отлично подойдет лимфодренажный массаж, который ускорит ток лимфы и улучшит обменные процессы. Вторая проблема, которая тоже очень сильно дает именно на опускание кожи лица, это состояние нашей осанки. Когда задняя цепочка мышечная, более перенапряжена, она ухудшает кровоснабрение. Соответственно, за счет этого тоже появляются застойные явления, меньше питательных веществ приходит в кожный покров и появляются небольшие морщинки, складки, которые нужно разглаживать. Что в этом случае нам поможет? Хороший общий оздоровительный массаж для коррекции осанки и массаж лица. Что помимо массажа еще круто воздействует на кожу и что бы ты мог добавить к массажным процедурам по уходу за кожей? Ну, если говорить о косметике, то мы можем говорить о обертывании, которое будет способствовать тонизации кожного покрова. Точнее, оно будет способствовать улучшению микроциркуляции кожных тканей, что в свою очередь будет давать хороший приток питательных веществ в зону, где будет нанесен этот крем. Также есть разные виды массажа, которые способствуют улучшению кожного покрова. А в питании, может быть, убрать сигареты? Говорят, сигареты очень влияют на кожный покров. Я бы вообще такие вещи, как сигареты, кальян, алкоголь, я бы такое вообще не употреблял для организма, это все я. Я бы тоже не употреблял, но никак не могу употреблять. Ну, в этом просто нет смысла вообще никакого. Не знаю. Ну, понимать, что для нас... А зачем тогда все люди пьют и курят, если в этом нет никакого смысла? Что делает толковой? На самом простом уровне он притупливает центральную нервную систему, и вы думаете, что вы расслаблены. То есть вы думаете, что за счет этого вы расслаблены. Еще же кайф какой-то там есть. Ну, так это и есть кайф расслабления. Но там что-то выделяется, а что не помню. Гормон? Нет, не гормоны, не эндорфины, блин, а что-то в мозгу. На нейромедиаторы какое-то идет воздействие, и человек такой чувствует, типа, о, хорошо. Веселость. Да, фамин, да, да. Но процесс восстановления, он же все равно намного сложнее после алкоголя. Конечно. Значит, отметаем сразу алкоголь, сигареты. Все это мы не рекомендуем для качественной кожи. Да, вообще, все продукты, которые застаряют наш организм. Поэтому всегда лучше кушать натуральный продукт. Творожки, яйца, мясо, овощи. Вечером всегда лучше кушать только овощи. Жареные, жареные, наверное, нет. Пареные на гриле. Как относишься к контрасту? Контраст это когда воздействие холода и горяча. Супер. Можно рекомендовать для кожи, да? Больше советую, он холодный, чем горячий. Да? А если смешать? Смешать? Сначала горячий-горячий, а потом холодный-холодный. Так это называется, походу, баня. Супер. Это... Тоже хорошо, да? Это смена нагрузки на кожный покров, да? Любая адаптация, которая провоцирует клетки кожи к тому, чтобы держать, да, это воздействие на себя. Улучшение работы с сосудом. Ну, да. Улучшение вообще всех процессов кожных тканей. Значит, и это для кожи рекомендуемо. Как ты относишься к шлепкам? Супер. Значит, к... Или массажам. Я на массаже тоже, мы же, как бы... Ну, да, мы делаем вибрационные нагрузки. А вот в повседневной жизни, вот, идет твоя девушка, ты ее взял по бокам, бах. Я к этому отношусь. Позитивно. Прекрасно, но она не очень. Жалко. Но ты объясни, с физиологической точки зрения, что ты делаешь ей добро. Да я объясняю, так и не так. Не ведется. Пять лет, да, ну... Я думаю, я не один такой, поэтому... Ну, да, да. Какую еще из массажных процедур для кожи ты считаешь максимально эффективной? Я вообще максимально эффективно считаю медовый массаж. Все, потому что его механика воздействия, она... Ну, вообще, сама тематика, да, продолжение, улучшение кожного покрова, она базируется на движении соединительной ткани. Соответственно, в медовом массаже, когда идет отлипание соединительной ткани, улучшение процесса между ними, способствует улучшению. Убирание роговиев, жестового эпидермиса, открываются поры, лучше начинается дышание кислородом, питание тканей, приток крови, вот эти шлитки, шмитки, шлитки. Короче, это такой... Если проблемы с кожей, да, то мы рекомендуем начать с обычного массажа, потому что сразу медовый, как бы, это будет жесткачь, правильно? Надо кожу подготовить, как человека с утра с просонью, правильно? Всегда лучше начинать с вообще здравого, да, да, да. А потом уже, вообще, ну, даже вот моделирующий массаж, да, желательно, наверное, начинать с третьего, с четвертого, когда уже прошла определенная адаптация к кожному покрову, и тогда можно хорошенько, да, увеличивать интенсивность воздействия на него. Как солнце влияет на нашу кожу? Просто, оно лучше увеличивает вот этот вот... Старина? Не, роговой слой кожи поверхностный. То есть, ультрафиолетовые лучи дают в коже, она становится более грубой, пропадает хороший оттенок, да, розоватый такой, поэтому нужно всегда оберегать себя от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ну, а загорелые девушки, тебе нравится же? Ну, конечно, нравится. Ну, и как тут, блин, балансировать? Ну, можешь пользоваться кремами. Блин, ну, прикинь, ты ее обнимаешь, она выскальзит. Нет, она сначала мажется, потом загорает, а потом... А, я понял. Да, чтобы долго не находиться на солнце, чтобы быстро достигать эффекта зонера, я понял. А то я думал, значит, намазался бронзатором, как качкингер на соревнованиях. И скользкие, и блин, да. Так, ну, подытож, пора кожу. Кита, если вы хотите, чтобы у вас была молодая и красивая кожа, приходите на массаж. Или жену, если к 18-летнюю заводите. Нет, не на массаж. Хорошо. Все, спасибо, пока-пока. Продолжение следует...